вот все мы уже в гостях у короля здесь как называемый культурный слой здесь несколько метров поэтому что там еще под землей лежит ну собственно вы можете это видеть вот везде повсюду из земли торчат разные блоки первый храм в камбодже с концентрической галереей вот видите наверху а это вот то что было раскопано и до сих пор раскапывается засыпь здесь конечно ну такой немаленький вот на вершине этой пирамиды была золотая башня в которой жила нагиня то есть ног женщина ног лучше пойдем отсюда ну что все хватит хватит я нам уже не может она хочет пить есть спать так господа друзья товарищи вы снова на канале мир на блюдечке а канал мир на блюдечке в королевском городе в анкортоме мы ставим возле пирамиды бапуон про пирамиду бапуон вы уже все знаете кто следит за нашим каналом и здесь вот прямо располагается королевский город это первый город окруженный стеной это у нас предположительно 10 век вот так вот начало 11 века когда этот город окружили стеной вот здесь вот сзади это так выглядит тут еще была одна стена стена храма бапуон да получается что между ними было какое-то пространство что вот это за вход я не знаю такое ощущение что его пробили позже потому что вообще-то в королевский город вели огромные такие гапуры на входах стояли огромные гапуры вот там ведь сейчас идет реставрация мы там как раз должны были пройти но идем в итоге через вот эту вот дырочку заборе вот все мы уже в гостях у короля здесь остатки уже какого-то сооружения надо сказать что в королевском городе никаких построек связанных с королем кроме водоемом не сохранилось сохранились только вот эти гигантские деревья как называемый культурный слой здесь несколько метров поэтому что там еще под землей лежит ну собственно вы можете это видеть вот везде повсюду из земли торчат разные блоки барельефы куски лотерита и все это находится под землей впереди мы видим пирамиду пимеанакас так она называется по-кмерски очень древняя пирамида построена из лотерита это у нас тоже 10 век официально считается кстати первая первый храм в камбодже с концентрической галереей вот видите наверху галерея она ведет вокруг всего уровня и собственно поэтому называется концентрической то бишь круглый вот это был королевский храм то есть не государственный храм да надо отличать государственный храм это главный храм государства вот пирамида бапон была государственным храмом храм байон вот этот с множественными ликами да наверно знаете еще не снимал по нему видео но будет обязательно конечно нужно время чтобы разобраться и подступиться к нему видите сейчас в чем проблема проблема вся в том что в последние годы наконец-то началось активное исследование анкора то есть не только плохое происходит он здесь вот какая-то вообще траншею зачем-то разрыли непонятно для столько какой воды но какой-то воды очевидно воды которая здесь во влажный сезон скапливается вот там внизу да сейчас приходится постоянно освежать свои знания потому что в последние годы очень много исследовательской работы проводится и вскрываются новые факты которые зачастую просто переворачивают некоторые аспекты наших знаний о камбодже скажем мягко ну вот поэтому вот то что откопали вот то что откопали вот эта пирамида на нее забираться уже тоже запрещено я много раз там был наверху ничего особенного там нет но все равно было бы интересно сам королевский дворец находился где-то там в лесу там есть лотеритовый остатки фундамента из лотерита ну честно говоря не думаю что нам нужно туда идти обратимся все таки к храму премианакос то есть королевский храм то есть храм был построен для самого короля наверху находилась золотая башня по строительству джоу дагуаня этого китайского скажем так шпиона которые с 1296 по 1297 год находился в анкоре и по результатам своего нахождения написал книжку которую я всем рекомендую почитать правда она есть только на на английском ну на французском наверное тоже на китайском языке на русском языке нет перевода вот на вершине этой пирамиды была золотая башня в которой жила нагиня то есть наг женщина наг и по преданиям король должен был перед тем как идти к своим женам и наложницам коих у короля было несметное количество по свидетельству того же джоу дагуаня вот прежде чем идти к своим женам и наложницам король должен был переспать с этой ногиней если в один какой-то прекрасный миг король придет эту ногиню в этой башне там наверху не обнаружит ну значит все не его сочтены скоро он умрет вот ну собственно и как я уже говорил сам дворец находился здесь поблизости а это вот то что было раскопано и до сих пор раскапывается засыпь здесь конечно ну такой немаленький бедные слоники под землей они лежали знаете сейчас вот не вижу а вообще постоянно ты приезжаешь сюда вот именно в пимеанакос вот именно в королевский город ты все время видишь какие-то вновь раскопанные статуи то есть они тут все время копают 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 и все время что-то выкапывают все время что-то выкапывают вот сейчас я не вижу в данный момент свежих находок ну хорошо хоть не мины а то раньше хуже было раньше проезжаешь при обихе от вот новая порция мин так что ну ка что тут можно накопать в камбодже какой-то холм очевидно остатки какого-то здания ну все не раскопаешь конечно вот здесь мы тоже видим остатки каких-то стен на стен каких-то строений и вот тут мы вышли сейчас к водоему который по преданиям по преданиям использовался женами и наложницами императора камбоджи посмотрите сколько их было величина бассейна на многом говорит ну так это или нет мы не знаем знаете предания они зачастую выдают желаемое за действительное бассейн впечатляет до каменные берега змеи я кстати здесь видел водяных местные здесь купаются иногда приезжают местным же бесплатный вход в анкор и поэтому они могут сюда хоть каждый день кататься сейчас он как-то весь уже зацвел парик понятно уже конец сухого сезона все цветет уже вот и там еще один маленький водоем есть такого же типа только маленький вот а мы сейчас немножко прогуляемся немножко прогуляемся по королевскому городу и если я найду что-то интересное то я снова включусь ну интересная не заставила себя долго ждать да я напоминаю что вы на канале мир на блюдечке обязательно переходите в телеграм телеграм-канал друг аркадий где мы публикуем фотографии из наших экспедиций ну а также посты разные интересные животрепещущие темы вот сейчас мы королевском городе в анкортоме и вот здесь видим еще один водоем до него вообще редко доходят какие-либо туристы и воды то в нем тоже уже нет и бывает она здесь только во влажный сезон вообще вся эта водная система камбоджа была разрушена в 13 веке примерно в 14 уже все и уже фактически она не функционировала так как это было задумано ну а это опять же было из-за изменений климата серьезных то время раньше ученые мало обращали на это внимание на влияние изменений климата на развитие цивилизации сейчас слава богу слава богу наконец-то стали как-то сопоставлять и выяснилось выяснились потрясающие вещи собственно почему в 14 веке многие государства испытали закат потому что в 14 веке климат изменился и в камбоджа не было исключением так ну что мы здесь видим мы видим в общем-то только из лотерита отделку этого бассейна вот я кстати вижу немножко песчаника то есть может быть это все еще и было отделано песчаником вот такие вот небольшие плиты почему их сейчас здесь нет я затрудняюсь сказать но могу предположить что как плиты очень маленькие то их вполне могли растаскать для постройки каких-то других объектов это не мои выдумки но я имею ввиду сейчас данную секунду это мои выдумки но на самом деле это здесь случалось сплошь и рядом в анкоре кстати земля довольно таки влажная подо мной но не то чтобы она влажная она производит впечатление производит впечатление не то чтобы влажный мы слегка до влажный так вот значит вода здесь все таки бывает да здесь все таки бывает так ничего такого супер потрясающе интересного чего мы не видели раньше здесь нет вот только прекрасный корешок обожаю эти вещи такой симбиоз симбиоз природы и творений человека вот ну вот уже я на прогулялась куда-то сходила за вернулась и мы наверное все таки наверное все таки на этом будем заканчивать с королевским городом потому что как я уже говорил здесь мало что сохранилось единственное только что сейчас когда мы будем из него выходить я еще раз включу чтобы показать вам торжественный вход торжественный вход в этот город так называемую гапуру входной павильон вот ну до скорого да и вот мы шли на выход из королевского города опять подошли к этому бассейну который был для жены наложницы императора тоже интересно кстати видите вот каменный пол торчит из-под земли вот тут вот вам видно да видно они каменные плиты торчат из-под земли тут никто ничего не реставрировал то есть здесь вот такая вот ровная была поверхность камер каменная да вообще наверное весь принципе королевский город не имел земляной поверхности кстати знаете что к мерзкому королю нельзя было касаться земли но никогда не касался земли она так пишет об этом опять не мои выдумки и поэтому он всегда ездил на слоне до его носили на паланкине но он никогда не ходил по земле потому что к мерзкий король был функционирующим божеством не богоподобным каким-нибудь не наместником не наместником бога а богом специальный ритуал был который впервые был проведен в 802 году брахманом с явы шиваковали который впервые провозгласил к мерзкого короля богом ритуал дева раджа называется посвящение в дева раджа дева это бог на раджа это король на санскрите ну официальным языком в камбодже был санскрит интересное тоже барельефы бассейна тебе и гаруда тут тебе и тут тебе непонятно кто потому что лица в основном не сохранились на нак ну по внешнему виду сложно сказать какой-то век скорее двенадцатый тринадцатый чем одиннадцатый двенадцатый да очень похоже на двенадцатый век немножко вам покажу они тоже все видите были земле вы слышите это вот это да вот это да ты ее видела ого ничего сет обезьяна а я думал сначала что здесь сирена какая-то типа мало ли кто-нибудь куда полез не туда большая обезьяна где она сидит я не вижу какое первое второе третье толстая если наверх по нему идти вижу вижу она летает огромная какая-то посмотри она не и за ней черная какая слышь пойдем отсюда пойдем отсюда если они такие громкие о слушать вот он пимианакас да чудесная пирамида которая тоже скорее всего гораздо раньше построен чем изначально предполагалось или предполагается я говорю сейчас наступило время большой корректировки данных в анкоре поэтому я сам не знаю на что операция просто поэтому хожу с камерой вам показываю то что я вижу и выводов никаких делать не буду а там остатки тоже какой-то постройки тоже с балюстрадой на столбиках причем постройки явно более поздний потому что она не так засыпана как храм храм сильно глубже расположен ну то есть королевский город королевским городом но он же был опять же не то чтобы построен одним королем и он здесь жил умер и все и замок повесили на дверях то есть здесь сменялись поколение королей строились сто процентов строились новые дворцы мы все знаем отлично что в азии люди не живут в каменных домах в каменных дворцах не жили до жили только исключительно в деревянных потому что это комфортно что не комфортно можно жить в каменном доме как мы сейчас живем например здесь камбоджи у нас дом каменный и честно говоря тяжеловато нагревается за ночь так что только к утру становится в комнате прохладно с кондиционером спать понятное дело дураков нет когда не используешь кондиционер то и не болеешь стоит его только там включить лишний раз и все там уже горлышко запершило еще чуть еще чуть да ну нафиг лучше жарой помучиться чем простудой вот поэтому да в азии конечно особенно если вы не привыкши вот стать один из входных павильонов в город вот так вот он выглядит вот если вы не привыкши к такому вот к такой смене кондиционер жара лучше старайтесь не пользоваться ими особенно если вы приехали на две недели а видно будет на неделю зависнуть в номере отеля вот он королевский город вернее все что от него осталось здесь когда-то была дорога вот там вход был для короля фактически да вот главный вход сейчас мы через него будем выходить и вот от него шла дорога прямо к храму пиме анакасу и как будто бы король заходил туда наверх да и спал с ногиней а после шел к своим женам и наложницам вот ну ладно эту историю я вам уже рассказывал сейчас мы уже выходим из королевского города там на выходе мы тоже увидим кое-что интересное вот тут вот написано у нас значит поздний десятый век устаревшая информация это уже ранний десятый век вот можно сказать что это был главный вход королевский дворец потому что он ведет непосредственно на королевскую площадь сейчас мы тоже выйдем на крестообразную террасу на которой как рассказывают местные гиды и экскурсоводы якобы стоял трон короля там выседал король ну опять же недавно выяснилось что крестообразная терраса это дополнение то ли 15 то ли даже 16 века то есть ее не было в то время то есть во время могущества хмерских королей ее не было ну давайте посмотрим на барельеф и здесь в этой гапуре вот здесь вот такие вот очевидно были камеры для придворных стражей давай заглянем даже две у них была камера одна камера вот она причем видите имеет открытое окно только в сторону дворца здесь все наглухо закрыто и вот здесь вот был отдельный вход в камеру охранников и дальше соответственно вход во дворец здесь вот у них интересно как сделано сток для воды сток для воды который ведет куда судя по всему как-то вот туда и потом туда но здесь сейчас заложено это все чем камнем а вот здесь тоже такой жесток стекает вниз ну честно говоря я вот такого не видел конечно это не вода сделала сделали люди когда и зачем можно сказать было было конечно здесь вот наверху была деревянная балка на кое-где остались эти деревянные балки очень редко можно найти а внизу вот такие вот дырочки отверстия чтобы здесь были двери здесь были но причем заметьте что вот здесь тоже барельеф скалы кала это время до пожирающие все сверху на нем сидит божество возможно интро сложно сказать вот и поэтому не очень честно говоря мне понятно зачем вот в этой камере вот этот барельеф то есть ну я вам сейчас тут наговорил глупости про поводу каких-то там тут охранники сидели ну зачем а вот этот шикарный барельеф ну то есть явно это не было комнаты охранники смотрите какой он чудный еще раз повторяю сначала установили блок потом выбивали барельеф на нем вот представьте себе нет там права на ошибку то есть вы думаете реально что зубиловым молотком или чем угодно можно вот так это все спокойно сделать без того чтобы быть потом повешенным за то что ты допустил ошибку в каком-то листике он отвалился все было не так просто если бы это было так просто об этом уже давно написали ученые закрыли бы этот вопрос но они вообще обходят эту тему стороной они занимаются описательной деятельностью а по-настоящему изыскательной деятельностью занимаются люди которые вот изучают геологию климат географию вот на основании только этих работ можно делать какие-то выводы об истории камбоджи но не на основании надписей на санскрите сделанных неизвестно кем неизвестно когда она неизвестно когда и кем изготовленных каменных плитах а вся история камбоджи написана только по ним ну и по книжке джоу де гуани нашего любимого вот этой крестообразной террасы здесь не было она появилась позже а вот терраса слонов здесь была примерно 300 метров она длиной на ней во время праздников во время праздников выстраивались придворные а вот здесь была королевская площадь на которой собственно эти праздники и устраивались вот там вы видите еще башни кленги ой кленги господи простите я уже вот вы видите башни да которые были неизвестного предназначения непонятно зачем они были использованы в принципе я поэтому материалы уже выпустил видео вот поэтому можете посмотреть по этим башням то есть эти башни не храмы так а у нас уже мозг закипает говорить я уже не могу поэтому я думаю что на сегодня мы с этим заканчиваем спускаемся вот сейчас как раз с террасы слонов видим здесь нового льва какого-то зачем они это лепят вот это вот новоделы эти господи ты боже мой бог их простит да мы нет вот а это вот старенький лев старенький лев хороший лев старый лев лучше новых ста хоть она немножко и потрепанной но посмотри на эту работу ну вот что ходим ходим вот смотрим а тут такие линии сделаны а как они сделаны вот мы даже не обращали никогда внимание зачем ну зачем для красоты понятно вопрос только ну вот стоило да это делать если учесть что они скорее всего были потом покрашены ну не скорее всего сто процентов вот кстати краска сохранилась красная она всегда сохраняется вот красная единственная которая сохраняется и вот это все сделано то господи это же какая-то непонятная вещь точно он не новый нет смотри вот постамент древний он с ним он выбит вместе с постаментом он не новый но вот это вот невероятные следы машинной какой-то вот обработки не замечал ну вот так вот только хотел с вами попрощаться опять что-то заметил ну что все хватит хватит Яна уже не может она хочет пить есть спать в общем все сразу и все вместе поэтому всем пока подписывайтесь на телеграм-канал Друг Аркадий там будет очень много интересных фото из наших экспедиций вот и также много интересных постов по истории по лингвистике ну в общем все что мне приходит в голову все что мне кажется интересным и что я хочу донести до своих друзей вот ну а на этом телеканал телеканал господи на этом youtube канал мир на блюдечке а также вот этот вот чудесный то это горуда наверное да уже не узнать прощаются с вами до новых встреч дайдадададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададададад